Когда у вас выходной? По понедельнику, как и у всех музеев выходной? Если паломники поедут в понедельник, мы и в понедельник И выйдем на работу Здесь музей-экскурсия у нас длится вот полутора часов Если благодарны слушатели, то и два, рекорд у меня около 4 часа Вот по этому небольшому музейчику Но у нас средний возраст 65 лет, поэтому нам часа полтора Вот кому 65 лет мы даем стульчики и они сидят как студенты Я думал, они прыгают Сидят на стульках, я рассказываю У некоторых людей сознание переворачивается Мы просто не представляем, как жили крестьяне, быты Мы очень плохо, на самом деле, представляем Персановка, если вы смотрите, записывайтесь на экскурсию Обязательно сюда приедем Приезжайте, конечно, мы всем рады Кроме этого, Наталья, мы же можем организовать и чаи, и питье Мы угощаем северная выпечка, там шанги, тетерки Это не северная выпечка Это не северная выпечка Северную выпечку надо заказывать, угощайтесь Я просто в кадре неудобно жевать, но я про жюли обязательно, дорогие зрители Нет, это я в местном магазинчике купил А это мы заказываем в кафе Да, смотрится потрясающе Да, шанги, там, и вот это вот все И, значит, экскурсии, потом чаепитие и продолжение разговора Дело в том, что я очень люблю русское народное искусство Это то, что меня привлекло в России в первую очередь Это именно искусство крестьянское Ну и православие, конечно, иконы, там, литература, музыка, да Но, например, я отнюдь не интересуюсь Петербургом Ну, я там была, конечно, красива, но мне не так интересно Я вот иногда встречаюсь с русскими людьми, которые мне говорят Это даже сейчас так, к сожалению А мы никогда не умели ничего делать Всегда у нас иностранцы делали И, конечно, у нас, вот, например, усадьбы дворянские, Петербург А именно вот это то, что меня никогда не интересовало Никогда Что вот для меня то, что интересно, очень уникально, оригинально Это крестьянское искусство Я вижу, вот, в этом крестьянском искусстве я узнаю дух нашего, кстати, вот, французского сходневековья Значит, спонтанное искусство с юмором, который вот настоящий Лоренц, я вас перебью на секундочку Я заметил, вот, мой сын учился в Испании, я часто на протяжении семи лет туда ездил Посещал вот такие базарчики Народное искусство во всем мире похоже Есть, есть, да, вот, и фольклорп тоже Есть какие-то сходства Действительно, но в России это особенно красиво Вот, например, моя мама видела, вот тогда это было в Саверном Посаде Моя мама, у нее был очень хороший вкус, она была очень хорошим отнестричным И мы видели в музее в Саверном Посаде, где были тоже вот христианские предметы, христианские наряды Она мне сказала, ну, это удивительно красиво Это, понимаете, это стильно Вот И я вот, я как раз посетила музей народного искусства в Серапонтове У меня там знакома Ольга Снитина, она там работает, она специалист по генери... Ольга Селина? Да Мы знакомы с ней очень, мы уже много лет там И она мне объяснила все, вот это было так интересно тоже Ее муж абстрактный художник Александр, он уже умный и абстрактный художник Они говорят, вот всегда говорят, что абстрактные взяли вдохновение в иконах Но они взяли тоже вдохновение в народном искусстве Потому что там знаки везде, понимаете? Я свожу сейчас вас в соседний павильон 28 числа будет открытие выставки моих картин Вы посмотрите и сравните А Ферапонтовский, там же не было вот этого экспозиции народного искусства Делали ее два энтузиаста Это герой Павлович Дорнов Академик, дважды лауреат государственной премии СССР еще И Михаил Шарамазов, он ныне он директор Кирилла Бенозерского музея Тогда был, по-моему, хранитель библиотеки И они собрали там библиотеку кириллических книг Я туда, мы с женой подарили туда 300 с небольшим экземпляров книг кириллической печати Правда, на учет взяли только 220 А 8 складилось? А 80 не соответствовали просто Ну, может быть, в хранении И 17-19 веков Вот То, что я хотела тоже сказать по поводу народного искусства Но это во всех странах так, но в России особенно Что вот Вся эта культура, которую уважают люди Которые будут в музеях, в зале, в концертах и так далее Она родилась из этой почвы Вот если слушаешь, например, классическую музыку Вот Во всей Европе и особенно в России Она исходит из этой почвы Вот Мусокский вот Брал свое вдохновение в народе Стравинский тоже Понимаете Вот это для меня так очевидно Вот И Вот На почве народного искусства Можно развивать вот эту Высшую, в кавычках, культуру Которую вот Все эти люди так уважают Если нет такой пушвы Есть Толпа идиотов Которые уже ничего не понимают Вот, например, если сравнивать Просто сегодня пришло Да Обстановка, в которой Вот Росли Предки Русские Сегодняшние Предки, которых Они прилирают И говорят мне А мы никогда ничего не делали хорошего Вот Эти предки Росли Вот Вот В такой обстановке Где все было красиво Да Где Вот Было важно для людей Чтобы все было красиво А не просто Утилитарно Понимаете Они Вот Росли Вот А слушали Вот этот фольклор Который естественный Который такой Красивый И богатый Вот Который рассказывает Вот Эплс Который вот Приводит Хороший запас слов Поэзию Вот Например Мне сказал Покровист Гуцлер Что В девятнадцатом веке Крестьяне Читали в газетах Вот Стихи Пушкина Или Лермонтова И они В девятнадцатом веке В девятнадцатом И делали Песни Покровные На Стихах Вот Пушкина А нам говорят А вот Они Были Совсем Темные Ну Им Привезли Там Культуру Они Ничего не Привезли Потому что Они теряли свою собственную культуру А вот Мне приобрели вот эту культуру Которую Обожают Уважают Интеллигенты В музеях Вот Это то Что Меня Просто Поважают Я Очень Люблю Красную Музыку А живопись Русский авангард все знают Если продолжим съемку Я вам покажу Один экспонат Откуда пошел Вообще Авангард Здесь у нас Поздравление Брежнева Семидесятого Гонок С шестьдесят седьмого Года На столе Советская Шампанская Красная Альба Оливье Ночерное И Можно приехать сюда И Погружение В атмосферу Такой год Исторически Куржавский зал Мы называем Здесь у нас и Приемники Акуджава Поет А Высоцкий? Высоцкий не поет Просто его фотографии Ну то что он советский А вы это связывали с историком? Нет Ну у нас на примере есть Чемодан Марко Бернеса Так Сейчас я вам его покажу И телефон И телефон Которым пользовался Марко Бернеса Вот Этот Чемодан Приезжал Бернесу Здесь Визитница Такая Она крепилась На ручку Вот Это Визитка Бернеса Это знаете Для чего Если чемодан потерялся Здесь Телефон Телефон владельца Это Вот Его Телефон Я сам В юности работал Электромонтером На телефонной связи Я таких Телефонов даже не видел Телефон Высшее руководство Только пользовалось Так он на столе стоял Поднимали И вот 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 Так он Так он Вот Вот Так он временная. Какая? Вот это выставка? Нет, Бернеса. Постоянно действующий. Уголов там, да? Да, уголов Бернеса здесь делал. А выставка моя это просто на месяц. Друзья приедут. Я решил такой эмоциональный историк. Они не были предназначены для показа. Называется вот арт-терапия. Арт-терапия это такой у психиатров термин. Дают психам кисти, краски и пытаются как-то ввести их чувства. Вот что-то такое у меня происходило. Это не специально написано. И не то, что вот я рисовал, рисовал, и вот ребята посмотрите. Они у меня стояли просто, вот они не оформленные ножи. Ну тут решил показать. Вот. Такие вот тут самая красивая муха в коллекции антомолога, например. Вот это вот. Там Одинокий Христос, там Полика Флусты, освещенные вечерним закатом. Вот такой вот бред. Сумасшедший человек. И всякие вот такие вот. Вот Радуга, например, называется картинка. Такая. Получается, чтобы нам с ним достичь. А я-то нисколько не выпил. Я-то трезвый был. То есть, чтобы достичь взаимопонимания, нужно там несколько бутылок. Вот и выпить человеку, чтобы мы с ним как-то могли общаться. Общаться, да. Здесь будут три иконы, лампада. Это стол конца 17-го, начало 18-го века. Столечница дубовая еще не перевезена. Красота. Будет вот такой уголок. Значит, стол, лавка, святец, хлебница на столе. Ну, в общем, будем, попробую я сымитировать крестьянский красный угол. И у меня будет такой, ну, не доклад, а сообщение. Вообще, как формировался крестьянский красный угол в России. С чего он пошел, откуда это все. Это не так давно, кстати. Это, может быть, с 18-го века только. Потому что раньше иконы крестьян стоили очень дорого. А вот после Петра, когда уже западноевропейская гравюра, отказались от применения. В общем, удешевляли, удешевляли производство иконы. И постепенно стало, значит, это я сейчас, вот, пойдем вам в экспозиции наглядно покажу. Так что, дорогие друзья, не проезжайте мимо Ростова-Великого. Когда едете по Центральной России, это Золотое кольцо России. Но чуть-чуть отпереставлю, буквально 30 минут. И посмотрите, какая кладезь здесь руками энтузиастов. У нас не хотят уходить люди. Когда вот здесь посидят по рюмочке, навевают. А если бы не вот эта пятиэтажка, здесь же вокруг все 19-й век. То есть, все окружение, немножко, вот эта Брежневская пятиэтажка смазывает вид. Ну, если не смотреть в ту сторону, то можно представить, что вы находитесь где-то. Интересно? Подпишитесь, поделитесь этим видео, дорогие друзья. Алгоритмы Ютуба подразумевают, что вы поделитесь, что вы не жадные. Вот, если все это течение, которое вы в Авранции, серебряные веки и так далее, тоже брали свое вдохновение в народе. И вот такие искусственные, красивые вещи тогда делали. А куда это все пропало? Потому что теперь двойной вкус спрашной. Вокруг ужас просто. Люди теряли это чувство гармонии. И надо вот в этом родить и вырасти. Вот с этим чувством красоты. А то вот, а то, ну просто, оскудеть человечество до оживания, я не знаю, даже не животным, животные, они естественные, по крайней мере. Ну да, запрограммированы природой и четко исполняют свои... Да, да, да. И не протестуют. Вот для меня очень важно показать это все детям, например. И чтобы они, вот, работать с ними с детства, в этом пути. В межсезонье мы этими занимаемся, приглашаем целыми классами, к нам приводят из школы, бесплатные экскурсии. Вот, бесплатные экскурсии проводим. Ну, из всего класса четверо, вот из тридцати человек четверо или пятеро глаза горят. Но даже ради этих четверых... Это стоит, я совершенно согласна. Потому что вот этот агат инвельцы... Но вот если спасти только одного, это уже хорошо. Вот, это единственное, которое мы можем делать. Вот, спасти одного, двух, трех, это уже важно. А он сам будет. А он спасет всех остальных. Да. Тысячи. Да. А часто к вам иностранцы приезжают? Вот они сидят. Ну, часто. Ну, часто. Ну, со мной иногда. Ну, Лоренс, я вам так скажу, вот, и она появилась в музее и с первых секунд просто стала другом нашего музея. Мы всегда рады ее видеть. Вот. И презентацию ее книг. Да, сделали. Здесь мы и делали. Так что мы большие друзья. Ну, она и не иностранка, по менталитету, она русская. Да, я удивляюсь. И вот мы предложили там измерять иностранцы, но мне не то, что там 10 иностранцев, но мне 0,2. Это 0,2. Ну, да, ее как эталон, надо ее где-то... Вот, может, у нее... На нее надо равняться, пытаться достижить. Нет, ее надо поместить, вот, как меру веса там, да, и вот, под колопаткой, и пусть она здесь сидит. Ну, вот, вы знаете, самое удивительное, что я вот узнаю что-то родное, когда я это все вижу. Вот это... Это удивительно просто. Хотя, вот, например, если я вижу что-то всходневековое у нас, это тоже мне главное. Я просто вижу, что что-то случилось ужасное с человечеством. Да. Дорогие зрители, вопреки всему, наш канал «Разные дороги» продолжает свое развитие. Поддержите канал, буду вам благодарен. Автор канала – Виктор. Прошу вас оказывать поддержку канала напрямую на номер карты, который вы видите сейчас на экране. Каждого нашего благотворителя я вношу в синодик и подаю записки в тех святых местах, где бываю. А также вспоминаю сам и прошу упоминать наших героев – батюшек и матушку Ефросинью. Сердечно благодарю вам за вашу помощь. Субтитры делал DimaTorzok